Мир вам, Игнатий Тихонович! Подождите, что-то тут у меня неладно, там разговор идет. Нет, это от вас, наверное. Мир вам, Игнатий Тихонович! Можете посоветовать? Да, вас слышно, что я говорю, нет? Слышно, да? Слышно. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет. Все хорошо, говорите. Можете посоветовать, Игнатий Тихонович? А что советует? Вы спросите. У нас, мы живем в десятиэтажном доме, вот, у нас на цокольном этаже открывают винный магазин, красное и белое. Так. Как можно бороться с ними? Это надо на месте говорить, чтобы законным путем было. Если вы верующий, лично для вас никак. То, что много будет алкашей, детей на улицу не выпустишь. Может быть, они будут хулиганить, оправляться в подъезде. Только по этой причине. А так ничего нельзя сделать. Как противодействовать-то? Можно, чтобы они закрылись? Не знаю. Там надо на месте узнать, кто открыл, какая организация, есть ли на это разрешение. А потом уже там посоветуются зайти, есть какой у вас округ там, краевой. Пойти дальше, выше, поднять и узнать. Только самим ничего не предпринимать. Иначе закон обрушится на вас. Ну, я знаю, такой Александр Калининников. Ему не понравилось, что там на царя не так говорят. Они начали театры жечь там. Его самого посадили там. Вот Калинин. Калинин его фамилия. Я его знаю. Обманщик. По нему видно, что у него дух-то не Христов. Какой Христов? Его там разоблачили на его совести подделка документов о убийстве человека. Он срок отсидел. Он скрывал это все. А в Библии как написано? «Оставьте гнев свой Богу». Ну, правильно. Правильно. Бог, когда надо, и так молнией ударит. Или как, я не знаю. Он говорит, мне освещение, я вас дам. Да. Я вас рад очень видеть в чат-рулетке, когда вы там проповедуете. Да. Много оттуда берем. Очень много. Еще я взял вашу книгу. Для слова Божьего нет оков. Уз. Узы. Узы. Уз. Нет уз. Да. Вот. Я буду отчитывать. Ну, смотрите. Она у вас в книжном варианте? Да. Это в бумажном варианте? В бумажном или в интернетном? В электронном виде. А, в электронном. Понял. Так она издана у меня на бумаге. Вам так не знать, как она... Как она издана, вам не издать самим? Мне тогда... Ну, как... Как вам сказать? Я вам сейчас скину данные, вы выпишите. Да. Книга эта с фотографиями, ламинированные корочки, первоклассный переплет. Там хорошая осень даже. Она в центральной библиотеке Ленина в Москве есть, в парламентской, в исторической, только в Москве. 650 городов и сел и районных получили от меня полный комплект. 38 книг. Мы проехали с миссией. Вы говорили, у вас очень опыт большой для... Как сказать? Вот вы на человека смотрите, вы уже понимаете, кто он такой, типаж. Ну, не всегда. Вот Калинина, допустим. Меня на него вывел Сергей, этот, парализованный, умер-то. Такой человек хороший. Я только первый раз с ним встретился, поговорил. Я понял, что это обманщик. Страшный обманщик. Я говорю, ты никого не обманывай. Никакого воскресенья не было. Никому не рассказывай. Ну, я дальше не знал, что он убийца-то. А когда посадили, раскрутили, мне внутренний голос сказал, что он не тот, за кого себя выдает. Вот сейчас на меня нападает один, это синицкий такой. Он ничего больше не занимается. Я первый раз увидел его, даже не слышал, как он говорит или что. Я просто глянул на лицо и сразу понял, это страшный человек. Совершенно неверующий, бессовестный. У него на лице это написано, он это не понимает. Как губу поджимает, как смотрит. Это Господь подсказывает. И вот он на меня уже сейчас четыре ролика составил. Он выйти не может, он зацикленный. Все. Он на меня попал и дальше в разнос пошел. Берет и все, все перевирает. А я могу только молиться и улыбаться. Господи, не вмени ему на суде Божьем этого безумия. Игнатихович, а как вот определить вора? Как он действует? Ну это, каждого вора я не знаю, как определить. Когда он, вор когда ищет что-то, как вот он действует? Вот он в квартиру зашел, например. Это не скажешь. Запустим, если это был зэк по глазам. Он не может спокойно прямо смотреть, у него глаза бегающие. Но я с ними сидел в тюрьмах, много, близко общался очень. Вот когда, мне кажется, он в квартиру заходит, он, мне кажется, все смахивает, да? Сразу полки все вот эти вот. Да, 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 да. Но можно ошибиться, может быть он уже не такой. Может он исправился, а привычка осталась. В общем, разные типоры уже бывают, да? Есть тихушники такие, да, как бы, по-тихому там вот смотрят так вот. Я пришел... А есть прям, зашли в квартиру и все под так сметают. Да, я вот пришел в краевую администрацию. В краевую администрацию здесь, Алтайского края. Ну а человек, к которому я пришел, он занимает большую должность, заместитель губернатора. Ну и что-то надо было достать, а документа нету. Он сразу, посидите, я сейчас в соседний кабинет схожу и возьму. Там, наверное, есть. Я за ним, да вы посидите, он меня хорошо знает. Я говорю, не пойдет, а дело, я в коридоре буду. А почему? Я говорю, потому что у вас документ, может, потерялся дней пять. А вы его, пропажу, обнаружите сегодня. И вы поневоле будете думать. У меня в кабинете оставался Лапкин. Пошел в другом кабинете, говорит, смотри, как говорит. Я говорю, вас уже наказывать надо. Вы государственный человек, важные документы. А вы человека оставляете. Я христианин, я не возьму. Но я один не останусь, чтобы не было, не дать соблазна. Он пошел другим рассказывать. И всех заинтересовало. Вот как, я говорю, это так делать нельзя. Документы, это достояние, которое вам государство доверило. И вы никого не должны оставлять при открытых документах. Заложи все в сейф, со стола убери. И тогда с собой его выведи. А зачем он нужен один в коридоре? Я в коридоре постою. Чтобы на меня не пало подозрение вора. Вот об этом надо задумываться. А вот как понять? Если человек не хочет трудиться, значит он будет воровать, да? Обязательно. А как? Ему есть-то надо. Кто не хочет... Павел говорит, как говорит. И хочет трудиться, то ты не ешь. Дабы было из чего уделять нуждающимся. Кто крал, впредь не кради. Работай и кради, рядом стоят. Кто крал, впредь не кради. Но трудись сам, чтобы было из чего уделять нуждающимся. А что уделять, когда он не работает? Мы едем как-то в поезде. Как не стать вором? Какие ограничения забора ставить? Как заборы ставить? Например, от блудания. Вы рассказывали, что... Например, представлять женщину, что туда смотреть. Моча такой же кал. На второй день уже вонять будет от нее. Человек, бывает, даже не хотел, но вещь понравилась им, и он украл. Украл и посреди шатра поставил. Это там знак. Ахам, седьмая глава, там Иисуса Новина-то. Оказалось, что вор, из-за него 32 человека погибло. Но обнаружилось все, он сознался, и его убили. Вор не наследует царствие Божие. Вот самое страшное. А если он не верующий, он воровать будет. Все, государство разворовывает. В одну ночь разворовали Советский Союз. И где? В Америке назначили Щубайса, который не работал. Березовского, который не работал. Чертежником был. А, говорит, на утром я глянул, и стоит 2800 грузовиков. Все мои. Так не богатеют. Березовский. Они с катушек слетели. Борис Абрамович. В Америке делили Советский Союз. Кому дать наши ребята? Это он говорит так. Скоротовский. Получается, они с катушек слетели, получается. Они на катушках стоят. Это не цыгане. У них все катушек сорвало. Знаете, был тогда прокурор края. Это у Российской Федерации прокурор Скоротов. И он говорит, Боря, Березовскому, а почему ты не поедешь в Израиль? Это твоя родина, ты же еврей. Говорит, еще лучше приехать в Израиль и каждое утро думать, а как тебя, говорит, там семь с половиной евреев думают обмануть. Он знает, что они все до одного обманщики. Это еврея об евреях говорит. Это напечатанное я прочитал. А почему человек не хочет трудиться? У него такого желания нет. Так родители не приучили его. Виноваты родители. А если блуд может повлиять на это? Нет, как-то не связано. С блудом связано сон, сонливость. Сонливость. А вот это как? Почему наш отец вернулся с фронта, левой руки почти под плечо не было. С матерью вместе полкласса не кончили. Десять ребятишек, десять. Пять сыновей, пять дочерей. Все работают. Мы без работы не можем. Почему? Родители работали. И они даже нас не заставляли. А как-то по-другому нельзя было. И мы все привыкли. Я вот без работы дня не могу сидеть. Я обязательно наполняю. Даже сейчас. Уже 80 лет будет, а 10 июня. Я каждый день плотно держу. Вот сегодня я встал в пол первой ночи. Пол первой ночи. И дальше я уже работаю. В 4.40 все наши встают. Я за это время должен разобрать почту по интернету. У меня очень большая почта. Работать надо. До пота. Если кто не хочет трудиться, не ешь. Ему надо это вдолбить. А ты работал? Нет. А зачем за стол садишься? И как бы оставаться на работе с 8 до 5, когда трудишься. И прям четко до 5 оставаться. Я не могу сказать. Мне трудно это говорить. Я без работы не жил ни одного дня. Притом я на работе. На работе. А вы говорили, если хозяин блудник, например, хозяин завода, блудник, например, прелюбодей, вор, таких можно трудиться? Я не буду. Нет, их нельзя. Так просто не будет. Так. У нас сейчас уже заканчивается разговор через несколько минут. У нас сейчас занятие будет по скайпу. Вы заходили к нам? Нет? Нет еще. А через сколько у вас заканчивается? Сейчас 6 часов будет. Уже осталось 8 минут. А, 10 минут еще? Да. 8 минут осталось. А вот можно трудиться у такого, как бы, мы же не знаем, может быть, он украл и завод купил, как бы. Кто? Работодатель этот. Вы о ком говорите? Вот я сейчас тружусь на заводе. А учредители, может быть, они украли, как бы, там где-то, и завод вот этот открыли. Я с такими не связываюсь никогда. Я в свободное время ложил пищи. Мне разницы нет. Меня призвали, помощников дали, и в один день я сделал, получил деньги, ушел. И в течение года гарантийно ремонт пищи. Сам на себя взял такой оброк. Он меньше угля тратит, сонный на полторы. И тепло у него до самого пола. Ребятишки ползают по полу. То есть я в этом году был неукротимый. У меня всегда работа была 300-280%. То есть три нормы за день дать. Я Перекуров еще не знал никогда. Я совершенно был, ну, как бы, в бригаде, тоже как не в бригаде. Я работаю неделю, а потом неделю отдыхаю, еду с ребятишками. А мне делят пополам по 150%. Понял. Ладно. Спасибо. У нас говорят, спаси Христос. Спаси Христос, Игорь Тихонович. О, подай, я вам другое. Так. Ну что? Я вам не успею скинуть, мать, я вам кое скину. О книгах вам сейчас скину. Потом еще что вам? Про что еще скинуть-то вам? Про занятия сегодняшние. Как отличать людей, вот, типа, Ажик, как вот он ведет, когда воруют, там, вот. Ну как, ну не узнаешь. Они хитрые, обманут. Просто свой дом никому не открывай. Встреться в другом месте, не рядом с домом. Я вот ребятишек, когда набираю в лагерь, я, ну, очень редко, когда уже автобус приходит, вот, ко мне сюда, где я живу, когда дети на посадку идут. А так встречаемся у памятника Пушкина. А зачем его сюда приводить? И чтобы со мной в комнате ночевал человек чужой. Один раз было. Журналистов прислали из-за агентов 200. Вот. В России. Его хороший порекомендовал человек. И больше ему деваться некуда. Утром рано мы выезжаем. Вот все обстоятельства позволили мне переменить свою практику. Я его оставил ночевать у себя в одной комнате с собой. Тут надо мудро поступать. К себе в дом Чижова не вводи. Писание говорит. Не вводи. Ибо не знаешь, что у него на уме. Понял. Вот если бы была такая бы книга была у вас почитать. Сейчас я вам скину. Все, пока прощаемся. Все тогда. С Богом. Вы кричите. С Богом. Спасибо. Продолжение следует...